В Доме культуры города Видное состоялась встреча ветеранов завода МОСМЕК по случаю 50-летия предприятия. В зале собрались сотни бывших сотрудников, отдавших лучшие годы своей жизни одному из крупнейших заводов по производству алюминиевых конструкций в стране. Мы очень рады, что мы собрали своих ветеранов, тех, кто остался в живых, вот смотрим на них, счастливы, рады и слезы наворачиваются на голову. Большинство из гостей мероприятия не виделись много лет. Найти их контакты через знакомых и собрать вместе в одном зале удалось благодаря инициативе Совета ветеранов Ленинского городского округа. Меня преподдержал председатель Совета ветеранов. Я сказал, что это моя первостепенная задача как первого зама. Я занимаюсь этим делом. И мы начали. Сложно, тяжело было. Я сегодня до слез. Мне приятно, что столько народу пришло. Я не ожидал. Понимаю, в чем дело. Хотя надеялся на то, что мы эту организацию восстановим. И мы ее восстановили. Сейчас у ветеранов завода появились планы познакомить подрастающее поколение с историей города и местами, где работали их бабушки и дедушки. Может быть, получится договориться с ведущими предприятиями города, повезти на экскурсию, показать, что такое руками работать, что за станки. Завод Мосмек просуществовал 40 лет и был одним из градообразующих предприятий. Для сотрудников строились жилые дома, в городе появлялась социальная инфраструктура. После распада Советского Союза наступило тяжелое время для промышленности. И после нескольких смен владельцев история Мосмека завершилась. Но видновчане помнят ее и чтут. Сегодня, как никогда, ваша общественная инициатива нашему чудному городу и нашей родине очень нужна. Вы нужны молодежи. И я думаю, что поводы для дальнейших встреч у нас с вами найдутся. Живите, помните, мы будем помнить. Наша задача, чтобы история завода, история людей с завода, тех, кто строил, тех, кто работал, никогда не забывалась. А времена придут, хорошие времена придут обязательно. И мы с этой надеждой должны жить. С 1998 по 2008 год заводом руководил Лев Харланов. До сих пор многие сотрудники вспоминают бывшего директора с теплотой и благодарностью. Память о себе мы оставили очень серьезно по всей стране. До сих пор все помнят завод алюминиевых конструкций. И до сих пор технологии, которые мы внедрили, используются по всей нашей стране. Работники Дома культуры подготовили для собравшихся праздничный концерт. А особо отличившихся заводчан наградили памятными подарками. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.